всем привет сегодня буду отвечать на вопрос который мне задала буквально сегодня девушка вопрос был о вредных привычках какие у меня были вредные привычки какие остались какие вообще есть и как я с ними борюсь что я могу может быть посоветовать я отобрала такие привычки которые больше всего меня беспокоят я сначала озвучу просто список того что я в себе замечала то над чем я хотела работать или хочу работать сейчас мы с вами разберем те привычки которые у меня были первая и очень плохая привычка я считаю это курение курила я очень давно и у меня даже есть отдельное видео как перестать курить как можно избавиться от этого вторая привычка алкоголь ну понятное дело я не была конечно заядлым алкоголиком пиво на природе с рыбкой и о боже третья привычка это клубы я никогда не была клубной девочкой но любила это дело как с подругами так и с молодым человеком с его друзьями чтобы сказать так мне нужно было прям искоренять это нет но я хотела от этого избавиться это никто чему я хочу посвящать свое время хотя мне очень нравится танцевать под вот эту вот такую будоражащую музыку и ты худеешь еще при этом вообще как бы четвертая привычка быть в центре внимания я любила чтобы на меня обращали внимание пятая привычка все преувеличивать или переживать за то что еще не случилось но ты уверена что так будет да может быть не все могут увидеть такие привычки в себе признать что это привычка не очень хорошая но я люблю копаться в себе 6 привычка высказывать мнение когда она никому и нафиг не нужно я не навязываю свое мнение когда они просят так когда меня вообще не спрашивали но есть такие люди какой-то причиной его плохого настроения ты не знаешь хочет он это просто вылить на тебя либо он хочет совета я пытаюсь всегда рассматривать какие-то варианты решения проблемы либо одни решения но как можно посмотреть с какой стороны на эту проблему и когда я что-то озвучиваю не всегда собеседником это нравится соответственно я не навязываю свое мнение но человек уже закрылся седьмая плохая привычка это защищать себя может быть кому-то покажется это неплохой привычкой все мы реагируем одинаково когда на нас нападают пытаются на словесно унизить пытаются в чем-то нас оболгать обвинить все мы пытаемся защититься у каждого просто свой способ и 8 недостаток который я в себе вижу это умение все идеализировать в чем это вызвано в том что любую ситуацию которая может происходить в моей жизни любой какой-то момент который я ожидаю в будущем я его в уме идеализирую вылизываю до такой степени что когда приходит сам момент сама ситуация само дело какое-то то она меня так разочаровывает да просто до жути разочаровывает ну а теперь я хочу посмотреть на те привычки с которыми я поборолась подвести итоги привычек которые у меня остались курение я эту вредную привычку поборола нужно просто захотеть и вы найдете для себя любой способ отвлечься вы когда для себя четко решите что вот все стоп тогда хоть перед вами вот перед носом будут курить вам будет пофигу может быть не пофигу но вы будете держаться потому что вы знаете ради какой цели вы это делаете я рада что свое время просто обдумалась сделала это решила для себя что-то не потому что это некрасиво не потому что это плохо это просто вредило моему здоровью не только окружающим а моему в частности поэтому алкоголь это не та привычка от которой я хотела вообще избавляться в принципе почему я вообще этой своей жизни убрала почему я решила работать над этой привычкой потому что раньше я могла каждые выходные это стабильно начиная с пятницы по понедельник ты выпиваешь с друзьями ты ходишь гуляешь ты ты даже если не ходишь никуда ты решаешь для себя в определенный момент что я хочу себя побаловать даже если никуда не пойду я возьму куплю пиво домой с рыбкой и буду проводить шикарно время дома когда я делала так раньше мне это нравилось я не избавилась от данной привычки вовсе я просто делаю это с умом не подход бабушки старушки а выпить допустим тогда когда какое-то событие привычка с клубами я тоже ее поборола я я и не фанат была в плане именно самих клубов я любила именно танцевать я могла это делать даже дома наверное за счет этого я даже и поборола эту привычку потому что дома иногда подергаться под громкую музыку ошеломляющую это просто что-то почему нужно бороть такие привычки вроде бы и глупые в то же время никому не нужны и это как раз те привычки которые нас отрывают от важных дел которые забивают нам голову ненужными вещами и это не значит что я рассуждаю сейчас как бабка старая или что я просто выросла нет я также иногда хожу по клубам на это бывает очень редко потому что повторюсь нужно минимализировать просто те привычки которые вам не угодны и те которые наоборот ваши достоинства превозносят ваши возможности их нужно наоборот пытаться развивать привычка быть в центре внимания она у меня на сто процентов не ушла я до сих пор люблю быть в центре внимания но это уже выражено не в той степени в которой было раньше выражено я сейчас просто ревностно стала относиться допустим мне нужно внимание моего мужчины да я буду ревновать его просто ко всему просто даже компьютеру допустим к маме то ожидаю к тому на что он тратит время когда данный момент я хочу чтобы мне уделили внимание но опять же я пытаюсь работать над собой где-то сдерживаю себя я себя пытаюсь уверять что это просто детство какое-то дурость какая-то и тем самым подавляя вот эти эмоции которые стремительно меня вызывают на конфликт стремительно меня несут просто вперед со скалкой или сковородкой ну это как пример это не значит что так есть все преувеличивать и переживать заранее когда еще ничего не случилось но быть уверены что это в будущем обязательно случится это та привычка моё окружение обращает на это внимание очень часто всегда из каких-то мелочей мы раздуваем очень большую проблему глобального масштаба причем и она становится просто оружием которое нас же и убивает высказывать мнение когда она нафиг никому не нужно в корне я это не подавила и это не подавится никогда но четко понимать что вот эта ситуация когда не нужно давать совет когда нужно просто выслушать этого я хочу добиться от себя чтобы я понимала различала с первых моментов когда ко мне люди подходят просто что-то говорят чтобы я просто не давала никому не нужных советов привычка защищать себя у меня очень в большом масштабе развита и мне очень тяжело ее подавить потому что самого детства когда меня обижали за меня в моей семье никто никогда не заступался как заступались папа где-то что-то там сестра старшая очень часто меня от родителей защищала но со средней сестрой допустим у нас отношения не сложились самого детства начиная с того момента отношений со средней сестрой с которой у нас не складывались отношения я защищала себя мне никто не верил как бы твоя сестра и она может так себя вести нет не может быть родители кстати не верили потому что она была такая змеюка так что с тех времен это было наверно мне лет пять четыре года когда меня сестра начала обижать причем стабильно меня наверно такая своего рода детская травма мне кажется что все пытаются на меня нападать мне всегда кажется что мне нужно защищать себя потому что никто никогда этого не сделает за меня какой-то степени я сама собой согласна потому что по сути то и нет такого человека в жизни который знает на нас самих лучше чем мы себя сами почему я хочу подавлять эту привычку в себе это качество иногда это работает против меня иногда люди мне не желают зла иногда люди просто подходят с каким-то трепетом ко мне наверное дают ненужные советы мне на тот момент а мне кажется что люди меня просто осуждают мое решение не угодно людям что они из-за этого считают меня тупой и все в таком духе я хочу это хотя бы не убрать потому что это качество не уберешь я хочу его просто подобить хотя бы немного качеством чтобы все идеализировать я тоже подавляю причем успешно потому что раньше это было у меня очень ярко выражено я очень расстраивалась от несбыточных каких-то мечт я вообще не депрессивный человек но бывает накатывает как и у многих людей и тогда я могу вспомнить просто все понимаете вот кто смотрел фильм вспомнить все то же самое абсолютно масштаб даже такой короче это тоже не очень хорошее качество и поэтому я его внесла список и секс которыми я хочу бороться призываю вас делать то же самое если вы видите в себе что-то подобное либо что-то такое от чего вы страдаете от чего страдают другие люди а вам их жаль либо то просто что вам не нравится от чего хотите избавиться многие конечно могут сказать что у них нет никаких качеств плохих у них все хорошо у них нет никаких привычек плохих у них все отлично поверьте мне нет у всех у всех просто людей есть плохие качества как раз таки моя задача для самой себя свои хорошие качества если не вперед выдвинуть то хотя бы соблюсти баланс плохих и хороших качеств а с вами была ли на очень рада была с вами поделиться своими какими-то мыслями проблемами даже и очень рада была поговорить на эту тему я надеюсь мы продолжим эту тему обсуждать в комментариях и спасибо вам за просмотр спасибо вам за внимание а мы с вами увидимся совсем скоро пока пока вы все сможете верьте в себя ну и конечно работайте над собой без работы как мы знаем не бывает денег не сбываются мечты ничего не происходит без работы без старания и